Всем привет! Продолжаем изучать скаламир и в этом видео я предлагаю познакомиться с таким инструментом как SLEEK. Что такое SLEEK? SLEEK это Object Relational Mapping для скалы. То есть инструмент, с помощью которого мы связываем данные в таблице в объекты скалы. Если вы работали, например, с хайбернэйтом в Java, то это вот то же самое. То есть это некий такой высокоуровневый язык для взаимосвязи записи таблицы с объектом. В принципе мы можем использовать JDBC в скале и формировать низкоуровневые запросы, потом парсить ответ. И все это возможно, естественно, в скале. Но низкоуровневые вещи, они достаточно сложны становятся, когда запросы становятся хоть сколько-нибудь нетривиальными. И гибкость сильно теряется. И, соответственно, возникают всякого рода фреймворки для работы с таблицами. То есть более удобную, комфортную разработку она становится. И в этом видео, как я сказал, мы будем работать с SLEEK. Итак, я буду использовать, во-первых, базу MySQL. Вот у меня есть такая вот запись. Я здесь с нулями, судя по всему, ошибся. Сделал две записи. Rom Madrid. Давайте я дропну эту таблицу даже. То есть мы ее создадим из кода. А, table, drop, table, country. Мы создадим ее из кода. Заполним. Сделаем выборку. Из нее. То есть создадим таблицу. Сделаем выборку. Сделаем вставку. То есть самые популярные три вещи. Такс. Базу я использую MySQL. Запускать я буду все это под S5. То есть продолжаем. Что дальше мне нужно? То есть использовать я собираю SLEEK. Соответственно, мне нужны библиотеки SLEEK-овские. Подключаем SLEEK. Подключаем дальше Hikari CP. И это connection poll. Это poll к базе данных. Очень быстрый. Используется во многих других библиотеках. Помимо SLEEK. Дальше подключаем. Чтобы был более корректный вывод. В консоли. Подключаем библиотеку. Для логирования. И последнее, что нужно обязательно подключить. Это MySQL Connector. MySQL Connector. Сделали. Поскольку я собираюсь теперь... Вернее, я хочу все это дело инспектировать в другом классе. То есть я сделал второй MainClass. Я изменил также MainClass. InRun название класса. То есть я здесь уже пустой объект создал, который мы сейчас будем заполнять. То есть Run... О, LearnSleek, LearnSleek. Ну, главное, врань нужно, в Одессе, чтобы SBT нас понимал, какой из двух запускать. То есть я работаю с тем же проектом, с которым мы работали до этого, если кто не распознал. Или я не сказал. Ладно, я работаю с тем проектом, которым мы построили простой SBT проект. В прошлый раз прямо с нуля, с голой папки мы подняли приложение, сформировали единый жарик. Вот я его и продолжаю. Хорошо. То есть подключили библиотеки. На всякий случай, Reload делаем. Делаем Update. То есть мы можем подключить библиотеки, если у вас... У меня они уже все установлены. Так, опять какая-то проблема. Возможная. Ладно, не буду с ней разбираться, проблем у меня не возникало. Второй важный шаг. Вам нужно создать папку Property, OI-Resources, и в ней разместить Application.Conf. В него мы пихаем конфигурации для связи с базой данных. Если вы работали с Hibernate в Java, или в GDBC, коннектором более низкоуровневой вещи, там, в принципе, вот эти вещи вам должны быть обязательно знакомы. То есть, драйвер, URL, не забываем сервер TimeZone, для фикса возможны проблемы. User, Password. Ну и раз я подключил эту Hikari, то мы можем использовать и ее... MaxConnection, MinConnection, QSize, то есть, там будет пол создан для взаимодействия с базой данных. Ну и, собственно, вот его и используем. Ну и профайл и DataSource. DataSource Class, DataSource Class. То есть, здесь можно указать Slic, GDBC, DataSource. Вот в этой настройке. Если вы используете другую базу данных, Passgress, то, в принципе, там очень похоже будет. Если вы хотите использовать, не хотите использовать этот пол, то просто ставим Connection, Pulse, Disable. И, скажем так, в однопоточном режиме, скажем так, будете работать. И, в принципе, еще хочу сказать, что можно использовать и базу данных в ММВРе. Но она все же используется для тестирования и для прототипирования... О, чтобы построить прототип как в ММВРе приложение. Так что... Если хотите, подключайте. Настройки, в принципе, аналогичные. Если у вас возникнут проблемы, загляните в документацию. Там есть пример. Лишь подчеркну, что нужно... Желательно устанавливать флаг Keeper Live True. Флаг... Ну, собственно, вот тут написано, почему. Хорошо, давайте заполнять. Я буду здесь все копипатить, чтобы время не терять. Первое, что в библиотеке подключаем... Поскольку, как я сказал, работаю на MySQL, Profile, Profile, API. Здесь у нас основные ответы будут отдаваться в виде фьюча, завернутых. То есть, наш ответ будет завернут в фьюча, и нам надо будет ее доставать оттуда, поэтому подключаем duration, await, и кто это дело будет все исполнять, раз у нас в фьюча все это завернуто, нужный плесет, например, global. Что ж, второй шаг, это... Нам нужно, собственно, базу данных, ConnectBase данных. Берем и подключаем данные конфиги. Название файла здесь передавать не надо, оно дефолтное будет. Нам нужно лишь указать вот этот корневой узел, MySQL. И все у нас настроится. То, что все у нас настроилось, можно вот следующей строчкой еще явно убедиться в этом. То есть, да, мы увидим, что у нас ошибок, во-первых, не выскочат никаких, что у нас все хорошо строилось, но мы еще можем попросить MaxConnectionGet, и увидим вот это значение 13. Хорошо, теперь нам нужно начать, собственно, отображение данных, таблицу, связь начать. И начнем мы с описания записи базе данных. То есть, заносим класс, который, по сути дела, является отображением записи базе данных. То есть, я повторю вот эту таблицу об один в один. CaseClass, Country, ла-ла-ла-ла-ла. Ну, здесь ничего особенного, единственное, что подчеркнуло, здесь Long 0. Зачем здесь 0? Ну, а, дефолтное значение вообще введено, поскольку мы будем делать автоинкрементацию, и мы это значение передавать явно никогда не будем. Пока ничего особенного, да? Следующий шаг. Теперь нам нужно, собственно, таблицу описать. Описать таблицу. Берем, создаем класс Table. Так, это, в принципе, незначащая вещь, это Alice. Мы ей даже активно пользоваться не будем. Ладно. Extendимся, самое главное, от Table. И здесь мы передаем название класса, с которым мы будем связывать нашу таблицу. То есть, во что данные из таблицы будут у нас разворачиваться, в какой кейс-класс. И вот этого значения это название таблицы в базе данных. Country. Дальше и обозначаем серию медусов, которые, по сути дела, представляют собой представляют собой вот название прямо колонок. Создаем Column, тип, название, как будет в базе данных. И у ID нам нужно пометить, что это primary и автоинкрементация. Дальше, CapitalName. CapitalName. Population. И последнее, нужно еще определить метод Dev с этим, со звездочкой. Он, по сути дела, вот в этот метод со звездочкой, да, это каким образом у нас вот тупол вот из этих вот значений развернется в объект. но вот этот MapTo, он не только в объект, но он еще и благодаря нему будет в обратную сторону. То есть, как из объекта разворачивать запись, 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 запись. Ладно. Вот наша таблица. Ничего особенного, да? Теперь последний такой важный звено подготовительное, да, ко все это дело. Это что пока подготовительные действия мы еще до данных не добрались. Нам нужно создать TableQuery. TableQuery. То есть, объект, скажем так, объект Query, который создан для создания запросов. Вот на данный момент вот этот Query, вот этот объект находится в состоянии Select All. Select All. Что ж, давайте введем пару минутов, чтобы было более понятно. только прежде чем выводить данные из баз данных, нам нужно таблицу создать. Для этого мы используем наш вот этот TableQuery, берем оттуда схему и Create. Но само по себе это еще не запустится. Вот это все, это, скажем таки, Statement. То есть, если вы работали с GDBC, то вы знаете, что там вы можете сперва описать запрос, а затем только его запустить. И здесь такая же идея. Вот это просто описание Statement. Сейчас мне его нужно запустить. Как мы его запускаем? Используем нашу базу данных DB. и там есть метод Run. Метод Run. Все, запустить. И вот здесь у нас создаться база данных. Таблица базы данных. Так. Но она на данный момент пустая. Нам нужно какую-то вставку сделать. Давайте DB Run берем Country и просто обращаемся как коллекции. То есть добавить элемент. Какой элемент? Так, были у меня там Мадрид и Рим. Spain Давайте я здесь не буду большие цифры вводить. Это мы делаем вставку. Так, теперь давайте еще Russia Москва. Это мы сделали вставку. То есть мы создали, сделали вставку и теперь нужно давайте попросим DB Run как сказал вот это вот Country по своей сути это общий query который обозначает все. чтобы попросить все мы должны вызвать метод result. Теперь вот это дело запустится нам нужно это как-то отпечатать отдать преобразовать ну давайте я сделаю по простому for each print land то есть вам просто отпечатаем просто отпечатаем то есть здесь придет коллекция и мы ее отпечатаем ну давайте по другому раз там придет коллекция так чтобы на каждой строке у меня отдельно все это вывелось окей начали здесь сделал ставку и давайте еще какой-нибудь фильтрацию сделаем давайте какую-нибудь фильтрацию сделаем то есть он снова db run так ну population ну давайте больше со 49 и опять берем result так и опять мне нужен вывод может было бы метод создать ладно и еще последнее что я хочу показать это вот эта вещь вот эта вещь она повторяю это еще не запуск самой программы то есть не запуск это просто подготовительный запрос есть такая интересная штука если вы хотите посмотреть каким образом был сформирован statement то можно прямо попросить statement make string так ну и давайте я в конце усну чтобы программу у меня здесь одни future же будут future future то есть вот это вот вот этот db run это future вот это будет ждаться так давайте я здесь усну на 20 секунд в принципе это достаточно будет чтобы все запустилось надеюсь ошибок я особо не сделал давайте compile файл сперва мы вставили да вот три записи здесь отпечатал здесь разрыв потому что мы во future отдавали ну и в конце мы попросили вывод 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 можно еще сейчас посмотреть то что у нас реально есть база данных все работает как мы видим что ж ссылку на документацию я оставлю есть еще классная книжка по слику если ссылку найду тоже я оставлю на это все see you next time